Дети постоянно нуждаются во внимании и защите. И в суете дней мы не должны забывать о детях, ни о своих, ни о чужих. Все, что мы даем детям, мы вкладываем в будущее свое, своего народа и своего государства. Наши предки, в отличие от многих из нас, прекрасно понимали это. Сейчас хочу вспомнить три фактора об отношении наших предков к детям. Первый связан с айратскими и калмыцкими законами. В великом уложении 1640 года говорится о том, что если взрослый прикоснется к ребенку и это будет расценено как посягательство на личное пространство или домогательство, взрослый должен быть наказан суровым штрафом. Этим законом айраты пресекли личное вторжение в личное пространство детей. Второй закон был принят ханом Дон Догдаши у нас на Волге. В нем говорится о том, что все взрослые, не отдавшие детей учиться грамоте, должны быть строго наказаны. Если наказание не возымело действия, родители снова наказывались, а дети насильно отправлялись на обучение. Этим хан создавал национальную элиту, способную сохранить народ. Он понимал, что грамотность, знание всей письменности и культуры – основа сохранения калмыков. Третий эпизод связан с одним событием айратской истории. В 1587 году на айратские кочевья напала объединенная монгольская армия под предводительством Халхазского Убуши Хунтайджи и Уренхайского Мухур Манджика. Лазутчики, посланные впереди войска, поймали семилетнего айратского мальчика, которого притащили в ставку Хунтайджи. Чтобы узнать о расстановке сил айратов, мальчик рассказал обо всех айратских майонах и войсках. Рассказал так, что монголы испугались и решили принести ребенка в жертву своему знамени. Малыш попросил Хунтайджи не убивать его, напомнив монгольскому правителю, что после поражения монголов в битве при Шарахусн монгольский Лайхархан дал айратцам клятву не убивать пленника. Однако Убуши Хунтайджи был непреклонен. Малыша пронесли в жертву, но перед смертью он не плакал и не молил о пощаде. Он проклял монгольское войско. В результате монголы были разбиты и полностью уничтожены айратами. Убуши Хунтайджи убит, а его черное знамя сломано. Эта старинная история превратилась в песню «Сказание о поражении монголов в войне с айратами». В заключении говорится, что малыш тот был гением-хранителем айратов. К чему я вспомнил эту суровую историческую песню? А к тому, что дети – это хранители народа. Как мы воспитаем их, как сформируем их, так они и сохранят себя, свое лицо и вообще свой народ. А потому не только сегодня всегда помните о своих детях. Каждое наше слово и поступок – основа их развития. По материалам статьи Геннадия Корнеева. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов. Продолжение следует... Продолжение следует...